приветствую вас друзья меня зовут диджи чел и сегодня расскажу вам о скречевых пластинках то что делать с новыми почему нужны пластинки специально для скреча как их выбирать и и все остальное в какой-то определенный момент появился батловый винил 95 или когда какие-то там года знатоки могут написать в комментариях вот тогда еще не было скречевых пластинок точнее были но не было пластинок скидпруф тогда были просто батловые батловый винил которым называли типа батлятина вот примеру чтобы сразу понимали о чем речь вот примеру пластинка диджей тайгер стайл и сейчас вы поймете почему на ней неудобно тренироваться скреч ими и так пластиночка у нас отличие батлового винила от пластинки скипруф это то что на батлом виниле сэмплы идут просто друг за другом нарезанный не повторяются если мы например то есть просто нарезка идет если я например в этом нарезке нашел сэмпл под который хочу тренинг и я пытаюсь тренироваться в определенный момент из за того что я делаю манипуляции рукой у вас любом случае будет скакать игла и либо вперед вам нужно будет один два оборота либо назад в общем это неудобно очень неудобно потому что когда ты тренируешься тебе нужно как бы постоянно делать одни и те же движения так как тебе нужно выработать скреч на для этого придумали пластинки скиппруф чем он отличается от обычной батловая которому только что слушали тем что здесь сэмплы записаны друг за другом по кругу определенное количество раз на ну это примерно там минута может меньше минуты пример вот прокси указ до четвертая часть так пищу 0 то есть если я скречу да например на этом сэмпле у меня в любом случае игра игла будет прыгать вот но она в этом случае перепрыгивает и попадает на этот же сэмпл так как они по формуле скиппруф нарезаны друг за другом это вам дает возможность постоянных тренировок то есть вам не нужно обламываться и искать опять этот сэмпл и на нем пытаться тренироваться то есть вы просто скречите даже если у вас скачет то ничего страшного это все нормально даже у всех даже у супер профессионал всех скачет потому что ну мы делаем манипуляции руками и так этот момент мы поняли да следующий момент слепмат какие слепматы добывают вот например техник со свой своеобразный слепмат он такой достаточно твердый и он как будто покрыт как-то за ламинирован что ли вот и еще идет подкладочка вот такая полиэтиленово что обеспечивает малое сцепление сплаттером что нам нужно потому что мы делаем движение до туда-обратно когда мы делаем манипуляции нам нужно чтобы вертушка не сопротивлялась сильно бывают слепматы мы их называем валенками они уже как будто бы не так за ламинирован они потолще идут такие мягкие как как будто из войлок они не очень как бы скользят но это все как бы такое тоже кому-то нравится одно кому-то другое кому-то третье есть еще супер тонкие table close они вообще супер тоненькие такие вот прям да если их сравнить с этими то они просто супер тонюзки вот одних даже клеенки не надо подкладывать они с одной стороны вообще как будто супер заламинированы как раз той стороной мы кладем на платтер а сверху они такие шишавенькие чтобы как бы пластиночка не скользила на них так что слепмат это один из важных частей скрэйч сетапа так скажем вот потому что именно он обеспечивает сцепление пластинки сплаттера поэтому на это нужно обратить внимание пробовать разные сплата то есть у вас должно быть следующее если вы держите руку на пластинке на вот положу пластинку у вас платок должен вращаться даже если вы чуть-чуть поднажмете он должен все равно вращаться и вот тут как раз таки слепмат и работает если у вас вы положили руку и у вас плата расстанавливается значит вам нужно поменять слепмат и так следующий момент часто люди которые покупают новые пластинки да ну вот например какую-нибудь час достанем хотя это тоже можно ну окей новенькая свеженькая пока все как часть 9 надо в данном случае когда вы покупаете новый скрэйч пластинку и вам кажется что она кривая что у вас что-то скачет у вас ничего не получается вот нужно сделать кое-что пораженные скрэйчеры то это все знают а те кто недавно этим занимается вряд ли об этом знают но сейчас я расскажу вам нужно проклеить центр так как это новая пластинка смотрите видите да здесь как люфтит и это все будет сказываться на том что у вас будет скакать игла чтобы это сделать вам нужно всего две вещи ножницы и наклейки ненужные наклейки которые вы сможете порезать и чтобы вам не было больно на душе того что вы их изрежете так ну вот это вот такая лащеная лучше конечно такие не совсем бумажные а бумажные но матово-ламинированные да ну что они во-первых не будут блестеть ну тут конечно на вкус и цвет то есть какие есть это вообще в принципе то и без разницы на самом-то деле главное чтобы это самое идеальное таракал да там черный или белый кто как хочет и так мы нашли наклейку теперь нам нужно вырезать полосочку примерно получается вот такую то чего у нас два сантиметра три даже наверно сейчас вы поймете какого размера должна быть тут уже от вашей фантазии зависит как вы можете это все сделать так сначала я делаю просто прямой а далее я делаю вот так и я знаю что ее хватит на две так можно сами убираем остатки тоже вот у нас два отрезка дальше мы берем они должны проходить в центр дальше мы смотрим где у нас зазоры с какой стороны окей значит мы отклеиваем упираем в себя просовываем до наклейку вот чтобы она была между стороной а и стороной б да в центре и клеим на себя опа давай получается вот такой одеваем смотрим так вверх уже не считается а сюда есть значит еще вот сюда одно ну я просто предвидел это так как я уже так сказать проклеил их очень много вот так мы берем отклеиваем то же самое просовываем да и уже как бы рядом сникли желательно на нее не залезать так как там будет двойной слой так проклеили теперь кладем обратно идеалити ну может быть чуть-чуть шатается но это нормально если у вас будет сильно шататься вы можете проклеить еще со временем они будут протираться поэтому вам придется заново переклеивать так что имейте ввиду это очень важный момент дальше следующий момент вам обязательно нужно сделать стикер желательно данном начальном этапе для новичков да да для всех даже те кто не новички это делают приклеивают стикер на сэмпл обычно шипелка берется за отсчет так вот здесь на сэмпл мы также смотрим тут есть много вариантов вы можете вырезать полоску от центра например и вот так вот до сюда вот здесь место где нет записи до сюда большую если вам как бы нужно но я предпочитаю делать вот такие вот маленькие как вот у меня вот здесь на этой пластиночки так как не знаю не более статичным что смотрит тут это все чисто вкусовщина на вкус и цвет как вам нравится как вы любите какие цвета вот тут бы наверно зелененький да залетел бы красный чё к чему согласен согласен ну вот ищем зелененький вот я у этой бабы бабоньки вырежу глаза прости меня хочу вот так вот сделать можно треугольчик кстати сделать вот такой вот тут блин кому как вообще можно кругляшок вот смотрите сделать кому как удобно вот такая вот штучка получилось да и теперь мне нужно найти сэмпл так вот я нащупал сэмпл ставлю примерно куда вот это чуть-чуть сюда то есть в идеале конечно чтобы прямо нас где начинается сэмпл вы можете даже под углом так посмотреть на дорожке и вы увидите такие риски это видно как нарезан вот сэмпл начинается то есть зрительно если вы хотите посмотреть либо можете на слух услышать так дальше вы мы отклеиваем ну примерно да все и проглажу бывает еще такой вариант когда вы находитесь например не дома или еще где-то и вас нет возможности проклеить у вас есть карандаш или ручка вы можете так вот начертить просто себе метку либо если у вас здесь обычно вот это самый главный ставим на ах да но кто-то ставит и на сэмпл главное чтобы он показывал на иглу тут уже как бы как говорится дело житейское да и у нас везде вот эта шапелка будет дальше идти на других дорожках где-то сэмпл да она будет начинаться вот это все поняли да можете кстати цветными маркерами например только которые не стирается потому что вас пальцы здесь будет и будет протираться поэтому наклеечки принципе самое действительное вот можно делать еще такие линии дальше следующий момент прежде чем скречить опять же это все конечно вкусовщина но это принято у нас скречером что мы чуть-чуть подрезаем низкий так как вы смотрите если мы сэмпли да и я буду рукой сейчас бить вы услышите вибрацию на слышно вот гул то есть это то где это та частота на которой заводится как бы то есть низкая часто поэтому низкую мы подрезаем но не убираем полностью я очень часто вижу как люди полностью убирают низкую частоту но тогда мне не нравится как звучит сэмпл пропадает тело то есть он как будто без яиц не обрезайте яйца пожалуйста сэмпл то есть вот чуть-чуть на получается сколько там шесть семь восемь на девять часов примерно отлично это кстати и при сведении также работает полностью убирать никогда не рекомендую вот и теперь все у нас все отлично мы можем манипулировать у нас не скачет и пластинка готова к тренировкам я надеюсь вам понравилось может быть какое то есть что добавить добавляйте внизу давайте дискутировать спасибо вам ребятки за просмотр и да пребудет с вами скрэйч